Коничева, мои дорогие, с вами Вадя Скетч. Давно у нас не было с вами трэш-хорроров, а если быть точнее, то год не было. Вообще, я думал, что я сделаю обзор только на снюс-хоррор, и больше на моём канале не будет таких игр. Но в конце лета я от нечего делать нашёл и поиграл в такую игру, как Five Nights at Floppa. Хоррор про этого тиктоковского каракала мне очень даже зашёл, и изначально я хотел обозреть все части данного проекта. Но с первой и нулевой частью произошли некоторые нюансы. Первая часть у меня на компе не запускалась, так как для неё нет порта на ПК, я решил скачать эмулятор Android, но ситуацию это никак не улучшило. А нулевая часть мне в принципе не понравилась, и это единственная часть из ФНАФа со шлёпой, которую я не прошёл, в отличие от остальных. Так что выбрал я самую разнообразную в плане механик и доп-контента третью часть. Если вам будет интересно, то я сниму ролик про весь сюжет этой трилогии. А он, кстати говоря, довольно большой. Короче, не будем тянуть кота за хвост и приступим к обзору. В главном меню весь интересный доп-контент появляется только после прохождения шестой ночи. Впрочем, как и в оригинальной игре. Из него есть только меню инструкция, которая поясняет нам за механики тех или иных котов, которые будут охотиться за нами. Их всего четыре, так что рассмотрим мы их по ходу прохождения каждой из ночей. В первой ночи нам звонит местный телефонный парень. Он сожалеет о том, что нас уволили из его страховой компании, где мы работали там охранником. Но тут же утешает нас, говоря о том, что они собираются основать новую компанию. А потом планируют нанять нас обратно и какого-то другого чела на должность охранников. Фонгай также говорит, что тому челу стали сниться кошмары, которые подозрительно похожи на то, что мы, слушая это, прямо сейчас делаем. Здесь он также, как и инструкция, косвенно поясняет нам за механики игры. Потом он с нами прощается и на этом всё. Теперь к котам. В первую ночь за нами будут охотиться только два кота. Начнём с самого главного. Шлёпа. Этот пельменный чёрт появляется на всех камерах, кроме первой и второй. Когда же он подходит к шестой камере, то та сразу же выдает ошибку. А когда она снова заработает, то это значит, что шлёпа уже находится за левой дверью вашей комнаты. И будет медленно её открывать. Как только вы услышите соответствующий скрипт двери, просто зажмите на неё, пока она не захлопнется. И тогда шлёпа отправится на свою изначальную камеру под номером 4. Попкэт появляется на камерах, куда не идёт шлёпа. Один и два. С ним бороться ещё проще. Он выходит из правой двери, но её придерживать бесполезно, так как по лору игры Попкэт является её багом. И соответственно он багует дверь. Его нужно прогонять заранее до этого момента. Когда он будет на камере 2, то есть за правой дверью к вам в комнату, вы должны просто на него смотреть в камере, пока он не уйдёт. Забыл также сказать, что разные коты слабо активны в конкретную ночь. Например, Попкэт слабо активен в третью ночь, а вот шлёпа, в отличие от всех остальных, активен во все ночи одинаково. Вторая ночь. Фонгай опять нам затирает сон другого охранника, в котором он говорит, как защищаться от некого четвёртого кота. Но о нём будет чуть позже. А также предлагает нам нереально выгодное предложение. Теперь о врагах. В этой ночи появляется второй противник. Бингус. Лысый кот не появляется ни на одной из камер. Вместо этого он, как последняя крыса, у нас за спиной пытается поймать нас через окно. Нужно периодически поглядывать туда и светить в его рожу фонариком, чтобы он ушёл. На третьей ночи фонгай говорит нам, что опять не смог дозвониться, как в первую ночь до этого охранника. И чтобы нам не было скучно, затирает нам охранительный анекдот про ёжика и плоскогубцы. И... и всё. В плане противников, уже с этой ночи начинается жопа. Когда я записывал материал к этому видео, я прошёл все шесть ночей с первого раза. Но вот когда я играл в это впервые, то постоянно подыхал от кота, качающего головой. Это чмо активируется с третьей ночи и появляется на мониторе с камерами. Как вы поняли, вы в игре. Всё делайте быстро-быстро, поворачивайтесь на монитор, кликайте на него, а там уже это качающаяся рожа. И вы ловите скример. То есть помимо быстроты действий, с этого момента играет роль ещё и внимательность. И чтобы избавиться от этого кота, вам нужно просто отвернуться от монитора, и тогда он пропадёт. Ну и как я уже говорил, в эту ночь слабо активен попкэт. В четвёртую ночь фонгай опять не дозвонился до этого охранника и решил сам сходить к нему домой. Но кроме разбросанных вещей и записях на стенах, которые, кстати, имеются и у нас в комнате, там ничего не было. Ну и говорит, что они выкупили у банка наш старый офис, взяв кредит. На этой ночи коты стали более активными, все кроме Бингуса. В этой ночи он перешёл в статус слабо активный. Ну а в пятую ночь начинает твориться жесть. Фонгай в этот раз просто решил нам позвонить и рассказать, кто он такой. Но не успевает, и у нас начинаются глюки в виде новых красных надписей на стенах, и на экране появляются слова шлёпа. А в трубке слышатся разнообразные гличи. В эту ночь коты активны уже намного больше, чем в остальные. Ну а в статус слабо активных котов в эту ночь входит кот, качающий головой, что немного облегчает игру. Имейте в виду, что слабо активный не значит вообще не активный. Так что в любом случае придётся на него, да и на остальных поглядывать. А иначе вас скримером тпкнет в главное меню. Шестая ночь. Всё, что в этой ночи вы должны сделать, это закрыть дверь, где ломится шлёпа. И всё. Немного позже вас что-то вырубит, и вы окажетесь прямо в офисе из первой части ФНАФа со шлёпой. И на этом игра будет пройдена и появятся титры. Теперь перейдём к доп-контенту. После прохождения шестой ночи вам откроются две менюшки. Это разговоры телефонного парня на каждой ночи, вы можете их почитать. И меню экстра. В ней есть четыре вкладки. Особые режимы. Из них есть только один режим. Это игра с читами. Просто вы можете играть на любой ночь с таблом, где указано местонахождение всех котов. Но вы можете также поиграть любую ночь и без читов, просто выбрав ночь в соответствующей вкладке. Есть также мини-игра из четвёртой ночи и титры. Это был трэш-хоррор от разработчиков Rizzy Cat 5 ночей с шлёпой. Не буду обещать, что таких видосов будет больше, так как я тут снимаю визуальные новеллы, а в частности доки-доки. Но иногда записываю такие проекты просто потому, что они прикольные и интересные, по моему мнению. А на этом всё. Подписывайтесь, ставьте лайки и всем сайонара. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!